Всем привет, мои дорогие друзья! С вами доктор Наталья Зубарева, и сегодня мы будем говорить об инсулинорезистентности и сахарном диабете. Из каждого утюга мы слышим такое страшное заболевание, такое страшное название – сахарный диабет. Если разобраться, никто особо не понимает, что это за заболевание, как оно проявляется. И сегодня мы как раз с вами обсудим, как поймать заболевание на начальной стадии, чтобы не допустить развития необратимых, неизлечимых, скажем так, заболеваний. Итак, для начала вы должны понимать разницу. Существует инсулинорезистентность – это преддиабет второго типа. Сегодня мы не говорим с вами про сахарный диабет первого типа, потому как там достаточно много особенностей, и об этом нужно говорить отдельно. Итак, инсулинорезистентность, сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе, метаболический синдром – это все группа состояний и заболеваний, которая называется нарушение углеводного обмена. То есть, по-простому, нарушение обмена между глюкозой и инсулином. Приведу простой пример, чтобы вы понимали. Вы кладете в рот что-нибудь, неважно, яблоко, торт, курицу, огурец. Любая пища, которая попадает в рот, вызывает повышение уровня глюкозы. Компенсаторно, в ответ на повышение уровня глюкозы, наша поджелудочная железа выделяет инсулин для того, чтобы схватить эту глюкозу и понести туда, куда нужно. В печень, в мышцы, в головной мозг. Вы все говорите часто, что головному мозгу сахар нужен. Это тоже отдельная тема для разговора, не всегда это так. Так вот, инсулин несет эту глюкозу туда, куда нужно, и, соответственно, глюкоза у нас уравновешивается и падает. Этот вот механизм, он характерен для здоровых людей. Что же происходит в организме людей, которые имеют нарушение углеводного обмена и находятся на грани развития сахарного диабета второго типа? Как раз-таки вы кладете что-то в рот, повышается уровень глюкозы, повышается компенсаторно уровень инсулина, и за счет того, что вы неправильно едите, у вас неправильный образ жизни, у вас много жирной пищи, соединений с углеводами, через какое-то время уровень инсулина уже не опускается. То есть нарушается вот эта связь между глюкозой и инсулином, и вы имеете повышение, повышение и увеличение уровня инсулина. Это называется инсулинорезистентность или по-простому преддиабет второго типа. Состояние, в принципе, в рамках превентивной медицины обратимое. И если вы начинаете делать все правильно, если вы слушаете доктора Наталью Александровну, то вы со временем сможете сделать так, чтобы инсулин был на определенном уровне продолжительное время, и вы не допустите развития сахарного диабета второго типа. И вот это состояние, которое мы с вами обозвали инсулинорезистентностью к нему, приводит достаточно большое количество различных факторов. Но самый первый, самый важный – это то, что вы едите, мои хорошие. Это избыток простых углеводов. А давайте разберемся. Вот хорошо, меня слушают такие уже прокаченные и осмысленные люди, которые о питании что-то знают. Но в целом, если взять и остановить на улице первого попавшегося человека и спросить, что, мой хороший, ты сегодня ел или вчера, то в целом это будет что? Кофе с сиропом с каким-нибудь или с сахаром. Это будет какой-нибудь круассан. На обед это будет какое-то непонятное пюре. Картошка разваренная со сливочным маслом – тот еще, на самом деле, нехороший компонент. А вечером это будут какие-нибудь макароны. После макарон это будут кексики, пироженки. И потом вы еще зальете все это винишко. Ну и, конечно, вы удивляетесь, откуда у меня высокий инсулин. Почему у меня инсулин не в норме, а мой инсулин, например, 20. О нормах инсулина мы еще с вами сегодня поговорим. Так, самое интересное, что инсулин 20 – это вообще очень много. То есть у нас в референсах стоит инсулин до 25 норма в традиционной практике. А в нашей практике все, что выше шестерки, семерки – это уже катастрофа. Понимаешь? А глюкоза тогда сколько будет? Глюкоза у здорового человека должна быть натощак не выше 5,2, 5,3. Все, что выше 5,7, 5,8 – это уже гипергликемия. Это типа инсулинорезистентность тоже? Нет, это высокий уровень глюкозы. А как? Глюкоза – это глюкоза, а инсулин – это инсулин. Как при чем? Потому что глюкоза повышается, выделяется инсулин. Чем выше глюкоза, тем больше инсулина. Понимаешь? А, то есть, образно говоря, если у меня глюкоза большая, то я могу инсулин не сдавать? Нет. Инсулин – это гормон, глюкоза – это сахар. Это разные вещи. Инсулин ее снижает в нашей крови. То есть, он ее несет туда, куда нужно в нашем организме. Вот смотри, я сдал инсулин, у меня там двадцатка. Все, я могу бить тревогу. Наталья Зублевна сказала, что все плохо. Да, но для того, чтобы понять, насколько далеко дело зашло, нужно сдать глюкозу, помимо этого, инсулин. Еще бы замечательно сдать гликированный гемоглобин. И если эти все показатели уже выше нормы, то было бы замечательно сдать пробы нагрузочные. То есть, ты выпиваешь глюкозу и сдаешь под нагрузкой, опять же, инсулин и глюкозу. Через час, через два часа и смотришь, насколько у тебя справляется организм с сахаром. То есть, это как лишние маркеры просто? Не лишние, это обязательные маркеры. С этим все понятно. Но теперь вопрос с диагностикой. Конечно, существуют анализы, но кроме анализов, каким образом человек может заподозрить наличие, либо уже развитие сахарного диабета или преддиабета инсулинорезистентности. В первую очередь, это всем известная повышенная тяга к углеводам. Я говорю не о состоянии, когда хочется съесть там одну конфетку в день, а потом ты на три дня об этой конфетке забыл. А вот именно состояние вот такое, знаете, до трясучки, когда тебе после стресса или после еды, или вечером, когда ты приходишь домой, расслабляешься, хочется до жути сладкого. Когда просто аж вот так вот лицо чешется, как ты хочешь эту конфетку или этот чизкейк. Вот как раз таки об этом. Вот эта повышенная тяга к сладкому чаще всего это нарушение углеводного обмена, высокая глюкоза, либо высокий инсулин. И или все вместе, как я уже сказала. Следующий признак – это набор веса. Соответственно, если вы имеете высокий уровень глюкозы, инсулина, то, конечно же, вы будете набирать вес за счет избытка углеводов. А мы жиров с вами не боимся, мы боимся с вами углеводов. Если мы говорим с вами об инсулинорезистентности, лишнем весе и, как правило, нарушении пищевого поведения, то здесь я хотела бы вас пригласить на свой трехчасовой вебинар, который называется «Пищевая независимость». Как раз таки я рассказываю о том, как бороться с лишним весом, как не наделать ошибок и как правильно, не вредя своему здоровью, прийти к здоровому весу и, соответственно, побороть инсулинорезистентность и преддиабет второго типа. Потому как практически всегда сахарный диабет второго типа появляется и развивается у людей, которые имеют лишний вес. Как еще наше с вами тело может сигнализировать о проблемах с углеводным обменом? Черный акантоз – это окрашивание кожи в темный цвет в местах естественных складок кожи, то есть подмышечные впадины, чаще всего у женщин под грудью, в интимных зонах и так далее. Также красные точки, маленькие красненькие точечки или красные родинки, их еще называют по всему телу именно россыпью. Это может быть и на руках, и на ногах, на животе, на спине. Плюс сюда же наличие попелом по всему телу – это такие маленькие родинки, которые не имеют чаще всего цвета, они такие нейтрального цвета на ножках. Опять же, россыпью и чаще всего это бывает на шее, в подмышечных впадинах и в местах естественных складок кожи. У меня в крови много глюкозы. Почему у меня попеломы возникают? Потому что высокий уровень глюкозы, высокий уровень инсулина – это один из ключевых триггеров для повышения в организме склонности к новообразованию. Даже есть такие эксперименты очень популярные, где в среде с повышенной инсулином и с повышенной глюкозой рост именно новообразований, в том числе доброкачественных и злокачественных, идет гораздо быстрее, чем в обычной среде. То есть, чем выше инсулин, тем быстрее в организме развивается склонность к развитию тех или иных новообразований. Опять же, сюда же не только попеломы, сюда же доброкачественные разные миомы, полипы, сюда же, кстати, кисты. И если у человека уже есть доброкачественные новообразования, чаще всего они малигнизируются, то есть озлокочисляются в присутствии высокого инсулина и высокой глюкозы. Поэтому я всегда бью тревогу и говорю, ребят, ваш уровень глюкозы и ваш уровень инсулина должен быть на нижних границах нормы, и тогда вы не будете стареть, потому что инсулин – это самый стареющий гормон, самый стареющий нас гормон. Это, знаете, как анти-антиэйдж, то есть это вещество, которое заставляет наш организм стареть не только кожа, волосы, ногти – это старение клеток, старение митохондрий наших энергетических станций, это старение суставов, связок, мышц, ну, полностью всего организма. Итак, какие еще симптомы нашего организма будут рассказывать нам о наличии инсулинорезистентности или сахарного диабета? В первую очередь это сосудистые проблемы. И сосудистые проблемы не только инфаркты, инсульты, высокое давление, но и, например, проблемы со зрением, потому как у нас сосуды не только крупные магистральные сосуды, у нас сосуды по всему телу, и в головном мозге, и в сердце, и в легких, и в нашем с вами глазном яблоке. Там мелкие сосуды, которые страдают чаще всего и быстрее всего. Это сосуды глаз, сосуды почек. Отсюда, кстати, еще один симптом – это жажда и, как правило, учащенное мочеиспускание именно из-за сосудистых нарушений. Финализируя, не могу не сказать о лишнем весе, ожирении и отложении как раз-таки жира, жирового депо в местах, с которыми сложнее всего бороться. Это живот, это бока, внутренняя поверхность бедер у женщин чаще всего. Именно поэтому, мои дорогие, нормальный, здоровый вес – это не только про внешнюю красоту, но еще и, конечно же, про здоровье. Красивыми нужно быть не только внешне, но и внутри. Когда мы с вами красивые внутри, соответственно, мы красивые с вами и внешне. И, конечно же, я еще раз напоминаю, если вы хотите быть красивыми не только внешне, но и изнутри, приходите на мой вебинар, где мы с вами 3 часа будем разбирать, каким же образом достичь своих заветных целей и желаний. С вами была доктор Наталья Зубарева. Обязательно подписывайтесь на мой канал, смотрите абсолютно все видео, будьте здоровыми, счастливыми и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok